Представляю вам бойца в синем углу клетки. Ему 22 года, рост 183 сантиметра. Показал вес 77,5 килограмма. Его базовый стиль ММА. Профессиональный рекорд. Четыре победы, одно поражение. Представляет клуб Владикавказ. Республика Северной Осетии Алания. Азамат Джи Каев. Его соперник красным углом. Ему 23 года. Рост 183 сантиметра. Вес 77,4 килограмма. Его базовый стиль рукопашный бой. Профессиональный рекорд. Шесть побед, два поражения. Представляет клуб Ахмат. Из Чеченской республики Субьян. Бабага. Ну, здорово-здорово. Хорошего уровня уже спортсмены. Да, собственно, сегодня других не было. Молодые, голодные до побед. Бьющие себя за свое место под солнцем. Но при этом уже достаточно опытные. Да, как-то сейчас это рано приходит. Уже одного в восемь бою за плечами, у другого в пять. И при этом еще есть любительский бэкграунд. Ну, по-прежнему, пока не сильно чешется в нашу сторону Трэвис Фултон. Не переворачивается во сне. Посмеялся, да? Тихонько. Ну, тем не менее, со всех других позиций это, конечно, уже, да, хороший сильный опыт. Не знаю, вот мне всегда казались очень опасными удары по передней ноге, нижней. То есть попасть, ну, нижней, в смысле, в нижнюю часть, в голень. Попасть там в колено и травмировать собственную ногу, как вообще ничего не стоит. Такой часть бывает, да. Видимо, есть должная подготовка. То есть накатанные ноги. Ну, ноги накатывают скалкой, там, бутылкой, чем-то еще. Вот, набивают. О, хороший попадание сейчас. Провалился, как здорово, да? Да, и Супья Бабугов не призывает его, Супьендато, добивать. Потому что есть определенное потрясение у соперника. Но Супья пока не спешит. Колено в корпус еще добавляет хороший смелый удар. Ну, он может чувствовать, что еще не так все, как кажется, со стороны. Ой-ой-ой, еще раз здорово, провалил. Сама серия коленов голова. Отвечает еще Джек Каев. Попытка удушающего приема ускорения ассистинского спортивного неудачная. Сейчас сключует его. Отвечается немножко. Ну, на выходил ноготь. И колено так зашло хорошо. Бабугов очень ударно провел вот этот отрезок. Во всех смыслах этого слова. Ну, да. И еще один хороший удар. Слушай, вот он левша и очень удобный. Неудобный, да. Одиночный удар выбрасывает. С левшам, конечно, серьезно привыкать надо. Есть специалисты, которые хорошо с левшами работают. Ну, в среднем, конечно, у нее опять попадания. Ну, с рук, конечно, много насыпает. И у Азамата Джекаева здесь все лицо покраснело. Потому что там действительно очень много ударов. Выброшено еще одно. Да, экстентированное удары. Кажется, подари. Для первого раунда довольно много. Видимо, почувствовал, откуда именно кидать удары. С какой дистанции, в какой момент. Пытается огрызаться Азамат Джекаев. Ну, я думаю, не стоит, наверное, сейчас Супьяну Бабугову давать приспособиться, да, восстановиться сопернику. Нужно дальше добивать, пока идет. И, хорошее тяжелое. Очень близок нокаут. Какое попадание. Но не добивает, потому что там буквально скрывается соперник. А вот здесь, конечно, можно пробовать еще раз повторить. Показал, что уже потерянный взгляд у Джекаева. Был он нокдауни, но пережил. Опять коленом зашло. Еще один хоккейк. Тут уже лицо разбито. Все лицо разбито у спортсмена, да. Но, кстати, ручки, обратите внимание, все равно высоко держит. Не форсирует, по-прежнему, Супьян Бабугов. А ошибка, кстати, с его стороны при... Ну, то есть, как ошибка? Просто такое бывает. Подскользнулся. При хайкиках это вообще достаточно часто бывает. И сейчас буквально подарок он сделал такое. Получился для Азамата Джекаева. Потому что, как минимум, есть возможность остановиться. Ну, а он не стал отказываться. Да, и... Дарит, значит, дарит. Делает хорошее. Ну, посмотрите, уже практически все ту лыжи. Живот заливает. Кровью. Да, либо сечка какая-то серьезная, либо... Там же, судя по всему слову, нужно... Ну, это плохо, потому что это может стать причиной остановки. Да, много крови. Да, ну, это да. К сожалению, я боюсь, что это прелом. Редкие сечки дают столько крови. Скорее всего, действительно, это вопрос с носом. И в этом случае, скорее всего, будет все-таки доктором остановка. Ну, вот этот удар коленом, когда он буквально там рухнул на конваз, Азамат Джекаев, это следствие того, по-моему, эпизода. Ну, кстати, обратите внимание, концовку-то он неплохо ведет. То есть, та позиция, которую Супьян ему, ну, в некотором смысле, подарил, ее неплохо реализует. И хорошее попадание, и контроль. Да, безусловно, и концовка вот за счет этой ошибки или несчастного случая осталась за соперником Супьяна Пагузова. Но, я думаю, все-таки в целом раунд за ним, потому что, ну, очень много серьезных акцентированных ударов было нанесено. И даже в одном бездозу был близок к нокауту Супьян Бабугов. Интересная, кстати, ремарка от Рефери, который поясняет, что в ринге запрещено лить воду. В ринге, опять сказал, да, в клетке. В клетке запрещено лить воду. Ну, это логично, потому что спортсмены начнут подскальзываться, как вот сейчас, например, получилось. Однако, в защиту клетки конкретно ИСей могу сказать, что покрытие, можно сказать, лучшее из тех, что я встречал. Потому что на нем оно и впитывает несколько, да? И с другой стороны оно... Не скользит. Да-да-да, то есть... Матерчатое, не банерное покрытие, поэтому... Все верно. А еще с другой точки оно не сильно проваливается, то есть нога в него не вязнет, еще можно бить. Но и при этом все-таки немножко пружинит. Вот нашли какой-то... Ну, пружинит, почему это хорошо, что когда на него падаешь, травмируется меньше. То есть нашли какой-то такой баланс, я уж не знаю, кто разработчик, но здорово-здорово поработали с клеткой. И вот за этими разговорами пропустили такое замечательное начало. Замечательное почему? Потому что что угодно, я ожидал, но как и нет его. Да, сразу же перевел соперника на канал. Вот этот вот момент эффект неожиданности, он, конечно, очень серьезный. Что понимал, что в стойке у него шансов немного. Пропускает, пропускает. Да, очень много ударов он пропускает. А там получалось все очень хорошо, концовки. Мы посмотрим, что сейчас Супьян Бабугов придумает, потому что мы знаем, он неплохо владеет грэпплингом, с болевым приемом. Он может и со спины снизу что-то придумать. Ну, если в том раунде это была концовка, то здесь самое начало. Поэтому, я думаю, кстати, видно было, что такая серьезная спортивная злость была у Азамата Джекаева, когда он заканчивал. Потому что раунд-то он проиграл объективно. Ну, это психологически ему очень помогло, такой всплеск. А вот есть люди, которым вот когда он пропускает, он начинает заводиться, он начинает просыпаться. Вот самым ярким представителем, наверное, Александр Шлеменко является, который, ну, правда, вне зависимости от этого, он просто не сразу просыпается, не сразу включается в поединок. А вот сейчас очень тяжелое попадание было, такой оверхенд, если можно так вообще говорить про партер, но голова у Супьяна лежала, ой, по-моему, там гематома пошла, если не ошибаюсь, лежала на полу и оказалась как будто между молотом и наковальней. Очень неприятные сейчас в этом плане моменты. Пытается улучшить позицию, пытался в сайд-контроль зайти за Маджикаев, не позволяет ему это сделать. Обратите внимание, по-моему, есть такое впечатление усталости от Супьяна. Ну да, и очень много ударов он тоже сейчас пропустил, он чувствует ущердие, его постоянно присягует соперник, его борят. Вот, посмотрите, сколько ударов, в том числе и очень тоннажных, удивительно. Насколько рисунок поединка меняется, да? Вот один эпизод изменил все. Казалось бы, такая ошибка, но в кеймбоксинге вообще бы ничего не было, просто поднялся бы человек и все. А в смешанных единоборствах, вот, неотконтролированное одно действие привело к такой концовке предыдущего раунда. И вот обратите внимание, видимо, это имеет последствия и в этом раунде тоже. Очень близок к нокауту сейчас уже Азамат Джеккаев, потому что практически без серьезного сопротивления. Он наносит один за другим удары. Рефери дает работать. Переживет этот момент или рефери? Уже почти две минуты до конца. Судья там близко, ему, конечно, виднее. Но он еще и оценивает, насколько эти удары доходят до цели. Кстати, очень много дает работать. Большое количество судей уже остановили бы. Ну да, потому что уже, откровенно, это уже серьезная последовательность. Ну да, это пассивная защита, то есть нет активного сопротивления. Здесь уже все. Такой смысл. Ну секундатом можно было бы выбросить в полотенце, потому что он не откровенно. Но, вы знаете, есть пара историй, когда и отсюда люди... Нет, все. И из таких тяжелых ситуаций, как бы потом, так сказать, воскресали, что ли, в кавычках. Ну вот какой поединок, смотрите. Вроде бы вообще однозначно в одну калитку выиграл один спортсмен, да? И так, в общем-то, однозначно в итоге выиграл второй. Браво Азамат Жекаев, это просто шикарная победа. Он проявил неимоверный характер и затем просто перевернул поединок в свою сторону. И как он начал? С характером, с характером спортсмен. Второй раунд он просто перехитрил соперника, сразу же пошел в борьбу, перевел и там сделал свою работу. Практически не дам ничего сделать во второй пятеринутке Супьяну Бабугову. Ну давайте отдадим Супьяну тоже должное, потому что первый раунд он провел шикарно. Просто, просто шикарно. У меня не было сомнений, что, ну в общем-то, наверное, все. Вот кроме концовки вот этой, сильный, сильный бой. И смотрите, пересматривать с огромным удовольствием. Бой обстановлен на третьей минуте 45-ой с сегменте второго раунда. Победу техническим нокаутом одержал Азамат Жекаев. Владимир Камкас, Аланье. Ваши...